Таких масштабных операций мы еще не видели. Несколько экипажей дорожной полиции проверяют машины целыми колоннами. И первый подозрительный водитель не заставляет себя долго ждать. Молодой человек по имени Алексей показался каким-то слишком счастливым, учитывая, что сейчас обеденное время понедельника. Пьяный что ли? Продуваем трубку, делаем глубокий вдох до щелчка. Так, алкоголь по нулям. Не обнаружен. Вы согласны? Сам Алексей утверждает, ничего не употреблял. Интересно, почему тогда к нему такое внимание? А потому что у меня двинаха, но на этом он поэбан. Все, у меня больше вариантов нет. Но, как оказалось, дело было совсем не в этой двинашке. Чутье инспекторов на этот раз не подвело. Алексей ранее уже привлекался за езду в состоянии наркотического опьянения. Поэтому сейчас ему предстоит съездить в катарсис, только уже на другой машине. Инспекторы проверяют не только на трезвость. Кому-то выписали штраф за тонировку, а кому-то за отсутствие необходимых документов. В спецоперации также принимают участие сотрудник ВСИН. Его задача – проверить, не состоит ли водитель уже на учете в катарсисе. Ведь бывает и такое. Подобные проверки хоть и не в таких масштабах, но проводятся регулярно. Увы, многие водители без зазрения совести садятся за руль пьяными, пополняя печальную статистику. С начала 2021 года на территории областного центра выявлено и отстранено от управления 136 водителей, находящихся в состоянии опьянения как наркотического, так и алкогольного опьянения. Зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием трезвых водителей. В этих авариях пострадали 6 человек. Но, к счастью, такое поведение позволяет себе все-таки небольшой процент водителей. Не берите с них пример. Артем Забралин, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.